Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, конечно, вы можете его законсервировать, если вы будете стерилизовать банки. Продолжение следует... Настроение поднимается, что все не просто так, что... С праздником вас тоже. Очень приятно осознавать, что ты не просто так стараешься. Что есть, вот клик, обратная связь. Так, пока все присоединяются... Были вопросы по поводу зефира. Вообще так все взбодораживались с этим зефиром, который мы готовили. Это вот, ну, я вам рассказывала, девочка Оля, она мне проводила мастер-класс по зефиру. Она вообще имеет кулинарное образование, она его делает дома, у нее очень здорово получается. Он действительно очень вкусный и намного лучше магазина не сравнится. И вот она мне проводила мастер-класс. Я это все выкладывала в сторис, и мне стали писать, как же так, это же не ПП, там же сахар. Знаете, я просила Олю сделать на тростниковом сахаре, но не получилось. Была какая-то ерунда, он стал мокрым из-за того, что тростниковый сахар, он смеласый, да, с примесью. Поэтому консистенция... Спасибо за сердечко. Поэтому консистенция была, конечно, не такая, как у зефира должна быть. Вот, и делали, да, мы его на обычном сахаре, но я уже говорила, что ничего такого прям супер страшного в этом нет. Одну зефирку в день можно даже на похудении, потому что это продукт, который не имеет в себе сочетания быстрых углеводов и насыщенных жиров. А я уже вам рассказывала, что самые опасные сладости для фигуры, ну, не только сладости, а вообще продукты, в принципе, которые мы заказываем в ресторанах, которые мы покупаем, это именно те продукты, которые имеют сочетание быстрых углеводов и насыщенных жиров. И если говорить про магазинную выпечку, то это, как правило, даже трансжиры, да, которые мутируют это вот растительное изначальное масло, которые делают твердыми, и у них меняются молекулы местами, и наш организм вообще это воспринимает как какую-то мутацию. Поэтому, конечно, везде, где написано пальмовое масло, старайтесь избегать. Притом, это пальмовое масло, и вот эти трансжиры, они часто прячутся, к сожалению, в очень таких привлекательных продуктах, на полках, в магазинах, где написано диетические продукты, без сахара, без муки. Ты смотришь, да, без сахара. Вроде берешь эту упаковку, а когда ее переворачиваешь, просто ужасаюсь, сахара там нет, но полно всего другого, полно всего другого, что еще похуже, чем сам сахар, чем вообще плох сахар, тем, что это пустой продукт, да, пустышка, ну, который не несет в себе никаких питательных ценностей, кроме калорий. Так, добрый день, а как кафе называется детское, в котором вы вчера были? Так, где мы вчера были? Ты на меня в последнее время с памяти. Где мы вчера были? А, вспомнила, в торговом центре, авиапарк мы были. Кафе называется Monster Hills, по-моему, так. Ну, не могу сказать, что прям меня впечатлило, мне это кафе впечатлило своей атмосферой, антуражем, подачей, стилем, то есть там вот они как выбрали вот этот стиль с монстрами, они во всем его придерживаются, и стулья там даже такие, и даже там перечница, солонка там в виде этих монстров, и подача блюд очень интересная. Ну, мне нравятся такие интересные кафе иногда заходить, но дороговато там, то есть там за обычные, я сказала, роллы вот с черным рисом, они стоили 500 с чем-то рублей, вот, дороговато все-таки для такого кафе в торговом центре, который, вот, по поводу покупок. Всегда обращайте внимание, знаете, вот эти диетические продукты, я говорю, они гораздо опаснее часто выходят, чем продукты обычные с сахаром. Поэтому я писала как-то пост по поводу того, какие сладости можно себе позволить, да, ну, как бы, конечно, их лучше избегать, но ничего страшного не будет, если вы съедите одну зефирку в день, да, там, утром с кофе, или пастилу, или мармелад, вот что-нибудь из этого никуда у вас не отложится. Это главная мера. И продукты достаточно натуральные, тем более, есть вообще даже на яблочном пюре, вот, есть пастила без сахара, белевская, я вам тоже ее как-то показывала. Правда, она сейчас испортилась, раньше она была полностью без сахара, а сейчас она, почему-то там зачем-то фруктозу добавили, видимо, людям не сладко. Так, до и после тренировок, как питаться? Ну, если вы худеете, спасибо всем за сердечки. Если у вас, еще зависит от того, какая тренировка у вас, силовая или кардио. Если вы худеете, да, вот вы идете, вы утром встаете, всегда лучше в утреннее время, если есть возможность, потому что вечером уже вырабатываются другие гормоны, вечером лучше не тренироваться, ну, есть даже больше вот по состоянию здоровья, чтобы вырабатывались правильные гормоны, и ваш организм потихоньку засыпал, и вы, соответственно, тоже легли вовремя. Значит, вы утром встали, съели белковый омлет из двух яиц, да, где только белки, без жиров обязательно, белковый омлет и кусочек цельнозернового хлеба. И где-то через 40 минут вы идете на свою кардиотренировку. Она должна длиться не менее 40 минут, иначе это будет неэффективно. Вот. То есть она будет длиться у вас где-то 40-60 минут. Вот. И потом вы приходите домой, и где-то вот через 40 минут вы едите сложные углеводы и белок. Сложные углеводы – это крупы, да, любые. Белок должен быть нежирный. То есть это мясо, нежирное мясо, да, какое-то типа говядины там. Это курица, индейка, морепродукты, вот, какой-то творог, соответственно, нежирный только. То есть до и после тренировки нельзя жиры. Тренировка вечером в 8. Ну, если это уже в 8, то тогда вы можете съесть буковый омлет, опять же, на ужин, потому что он быстрее усваивается. Или выпить изолят протеина. Протеина. Так. Какими кашами лучше завтракать? Да, в принципе, любыми, какие вам нравятся, да, но традиционно считаются самыми полезными овсянка, гречка и киноа. Если вам нравится вот какая-то из этих, пожалуйста. Просто по питательной ценности, по количеству интуиентов, витаминов, эти каши являются лидерами. А, еще полбы. Высокобелковая, очень хорошая каша, которая вот недавно к нам вернулась. Сейчас уже она много где продается. Но полбы это, по сути, пшеница, да, только вот дикий ее вид. И в ней меньше глютена. И он не такой агрессивный, как вот в той другой пшенице, которая у нас во всех продуктах остальных присутствует. Так. Я ем все подряд. Что делать? Ну, как что делать? Постараться не есть все подряд. Добавьте, во-первых, в свой рацион сложных углеводов. У вас чувство сытости будет дольше, вам не захочется кидаться на все подряд. Свою норму белка. Следите за ней. То есть, съедайте не там одно яйцо в день, а вот чтобы у вас был белок и на завтрак, и на обед, и на ужин обязательно. Высыпайтесь. Знаете, если мы не высыпаемся, это у нас потребность организма восполнить наши энергозапасы, и мы голодные, и нас тянет очень на сладенькое. Сон очень важен как часть похудения, и вообще здорового образа жизни. Про него не стоит забывать. Какие каши не содержит глютен? Ну, рисовая, кукурузная, кинуа, амарант. Какие там еще? Когда работа? Здесь все безработные. Почему безработные? Сейчас же в воскресенье. Так, а после тренировки? В овсянке много глютена. Ну, не в каждой овсянке. Знаете, во-первых, есть безглютеновая овсянка вообще. Она, конечно, дороже. Так, я вот хочу уже месяц. Почему-то вес набираю. Что вы хотите уже месяц? А, хожу. А в зал вы имеете в виду? Или куда? Так, я про утренние тренировки имела в виду. Ну, вот я говорю, что тренировки натощак, они вредные. Потому что вы будете сжигать мышцы свои. Вам нужно съесть утром белок, немножечко, да, легкого белка, который быстро усвоится. С этим лучше всего справляется яичный белок. Потому что из всех видов животного белка он усваивается быстрее всех. И немножко сложных углеводов, чтобы вам дать сил для тренировки. Это вот, ну, может быть, кусочек цельнозернового хлеба. И вот вы это съедаете, через 40 минут идете на тренировку. Так, если я хочу убрать живот, а худею на лицо. Ну, понимаете, похудеть в одном месте конкретно очень сложно. Вы худеете равномерно. И, к сожалению, проблемные места худеют в последнюю очередь. Что вы можете делать, так это подтягивать живот, держать его в тонусе за счет таких упражнений, как вакуум. Ну, вы наверняка видели, да, много раз. А когда ты делаешь полный выдох, такой ха-ха-ха. А потом делаешь сложный вдох, животик подтягивается. Это надо делать натощак. И держите так секунд 20. Потом выпускаете и заново так делаете. И так раз 10 утром натощак вот так делаете. Можно еще вечером. Очень эффективное упражнение. Внутренние мышцы пресса прокачивает. Вот, планку также делаете. Поскольку встаете, тренируетесь на работу. Я сейчас в декрете. Но встаю я все равно в 7-8. Здравствуйте. Я все равно встаю в 7-8, потому что в 7 утра встает мой сынок. И требует каши с бананом, как он мне говорит. Вот, сегодня тоже были в очень интересном кафе. Я там сторис выкладывала. Наш друг предложил туда сидеть. Мне понравилось. Там очень много таких интересных блюд необычных. Я люблю, когда в кафе какие-то необычные блюда. И там для вегетарианцев, мне кажется, просто рай. Ну и для ппшников всяких, как я. Потому что там десерты такие без сахара. Там они либо с кленовым сиропом. На каких-нибудь овсяных хлопьях. Там разные каши, большой выбор с кино. Так я просушила. Вакуум и вечером надо делать. Ну, желательно и вечером тоже. Но не после ужина сразу. А уже вот когда вы поели там. И прошло. То есть у вас уже должно перевариться. То есть через полтора часа. Хотя бы через два. Да, вообще рекомендую два раза в день. Но я делаю только утром. Потому что вечером как-то я укладываю ребенка спать. И не успеваю вообще уже ничего. Мне нужно столько всего сделать вечером. Ну, если у вас есть возможность. Так, вы соль кушаете. Соль, да, я ем. Просто не так много. Вообще соль, она полезна. Особенно, знаете, это розовая гималайская соль. Там большой минеральный состав у нее. Или хотя бы берите вот едированную морскую соль. Пожалуйста, добавляйте. Ничего плохого в ней нет. Главное, чтобы не было переизбытка. Ну, собственно, как и во всем. Вот. И у меня все блюда, можно сказать, немножко недосоленные. Я начала еще так, когда ребенок появился. Соответственно, когда мы стали вводить прикорм. Конечно, мы все делали вообще без соли. И себе просто с мужем досаливали. Потом уже как-то и привыкли. То есть я готовлю так, как для ребенка. Но уже даже и досаливать не хочется. У меня уже так нормально. Ну, то есть там чуть-чуть совсем соли. И в ресторанах, конечно, обычно у меня солоноватые блюда кажутся. Ну, и сладковатыми, и солоноватыми. Так. В критические дни вакуум нельзя? Нет, нельзя, конечно. Ну, есть противопоказания. Там, почитайте. В критические дни нельзя. При хроническом гастрите. Беременность, конечно же, нельзя. Сколько лет ребенку? Ему два года. Как мне не понравился вкус кунжутного масла. Но пью. Почему не понравился? У меня вот начинается вкус кунжутного масла. Такой же такой. Ну, если вам не нравится, зачем вы себя заставляете пить его? Знаете, вот эти все масла, это, конечно, прекрасно. Ну, я про ней рафинированные говорю. Но нативный продукт всегда лучше. То есть кунжут всегда будет лучше, чем кунжутное масло. Лен, я имею в виду семена, всегда будет лучше, чем льняное масло. То есть масло это такое, как бы вторичное. Лучше взять ложку столовой кунжута, перемолочь ее в кофемолке. Так. Я стала солить после отказа полностью от сахара. Ну, немножечко соли можно, я же говорю. А вечером не стоит кушать соленые продукты. Особенно, если у вас есть скромность к отекам. Ну, ничего такого в соли нет. Вообще, у меня столько идей, какие написать вам посты, на какие темы. Но не успеваю, считай. Так, я тоже начала пить льняное масло. При похудении это имеет смысл? Наоборот, что льняное масло, оно будет вам способствовать похудению. Это вообще такой суперпродукт, который всем нужен женщинам. Кроме таких уже совсем возрастных женщин. После климакса, который вот, ну, после климакса его нельзя. До этого момента, нельзя, потому что льняное масло провоцирует выработку определенных гормонов женских. Которые не стоят женщинам уже в возрасте. Вот, а всем остальным, ну, детям, конечно, тоже, ну, там, до четырех лет, скажем, не стоит. Но вот, начиная с четырех лет и до климакса, льняное масло вообще только на пользу будет вам. И для красивой кожи, для волос, для работы мозга. Оно немножечко даже помогает регулировать аппетит. Вот, ну, вкус, конечно, у него очень специфический. Я не знаю, как некоторые заправляют им салаты. Я не могу его вот так вот в чистом виде. Я, ну, когда просто пила из бутылки это масло, я закусывала долькой лимона. Чтобы хоть как-то... Но потом вот нашла на iHerb капсулы классные. Это фирмы Now. И стала в капсулах. Намного лучше, мне кажется. Еще, говорят, она же быстро прогротат. Его же можно хранить в холодильнике только месяц после вскрытия. Поэтому, если вы берете в бутылку, берите такую максимально маленькую бутылку. И смотрите, чтобы оно стояло не на... У нас это в магазине, чтобы не было солнечных лучей на него. Я имею в виду, что, допустим, полка с этим маслом не должна быть рядом с окном. Иначе оно, считайте, испорченное. Так. Вечером вообще не ем. 16 на 8 на интервальном голодании. Ну, это ваш выбор. Фрукты можно после обеда к вечеру или даже вечером? Если вы худеете, фрукты можно только до 15.00. Если вы поддерживаете вес, вы можете съесть фрукты на второй перекус. Между обедом и ужином можете съесть фрукт какой-нибудь. Но не банан. Ну, я имею в виду, фрукт с низким гликемическим индексом. То есть, не банан, не дыню. Ну, там, ну, у каких высокий гликемический индекс, их лучше только утром. А бабушкам 70 лет нельзя льняной? Нет, им уже не надо льняной лучше. Им рекомендуют масло черного тмина, вечерние примулы, вот такие вот. Но льняной уже не надо. Привет, как относишься к интуитивному питанию? Я к нему хорошо отношусь, когда не засорено изначально твое питание. Ну, то есть, если вы питаетесь правильно, то есть, не все готовы к интуитивному питанию, потому что у нас очень испорчен изначально вкус и пищевое поведение. Для начала нужно побыть на ПП хотя бы год, и потом уже можно переходить на интуитивное питание. Тогда уже ваш организм, ему уже не нужно будет такое количество масла и сахара, как изначально мы привыкли есть, да. И вы действительно будете чувствовать, что лучше вам есть. Я вот, например, сейчас больше уже не какой-то системы придерживаюсь, как раньше, а стараюсь прислушиваться, например. Вот я рассказывала в прошлом прямом эфире, привет, Катюш, что, допустим, мяса мне не хочется в последнее время, но я его, собственно, и не ем. Ой, я микрофон закрыла. Блин. Вы меня не слышали? Ну вот. С какого момента я его закрыла? Как лучше пить масла? Утром, после завтрака, льняное масло, столовую ложку. Я знаю, что многие рекомендуют натощак, но не стоит, потому что это может спровоцировать различные... Потому что вы настолько должны быть уверены в том, что вы полностью здоровы. Я имею в виду ваши ЖКТ. Если у вас в ЖКТ есть какие-либо проблемы, это может спровоцировать плохие последствия. Натощак лучше вообще ничего не пить. Как пить льняное масло? Я и сказала, да, утром сначала вакуум, потом вода. Нет, вот вы утром встали, сделали вакуум, выпили воду, потом прошло 20 минут где-то, да, после этого. Вы позавтракали полноценно. И после завтрака вы выпиваете столовую ложку льняного масла. Куджутные оливки вы тоже в холодильнике храните? Нет, это тебе не надо. Ну, у каждого своя информация. Это я вот отвечаю. Женщине, которая говорит про льняное масло и климакс. То, что я читала, я как бы говорю то, что я знаю. Я худею, два раза кушаю утром, вечером. Последний прием в 16. А завтрак только фрукт, каш. Ну, как-то в 16, вы в 16.00 едите больше, потом уже до следующего утра ничего не едите, получается? Это очень большой промежуток. Так, волосы, кожа, ногти, все очень хорошо принимается, воспринимается. Так, сохраните, пожалуйста, эфир. А, отлично слышно. Ну, слава богу, то я думала, что я тут уже разговаривала сама с собой. Так, льняное масло добавлять по чайной ложке утром в кашу или в салат? Если вам нравится вкус. Просто, если я добавлю льняное масло в салат, я не захочу есть этот салат. Мне просто этот вкус настолько не нравится, правда. Слышно было. Я добавляю в кашу молотый лен. Что такое вакуум? Вакуум, ну, такое упражнение, можете ввести в интернете, вакуум живота. Там будет очень много для вас видео, инструкций, как его делать. Очень эффективное упражнение, которое изначально пришло к нам из йоги. И потом, вот, собственно, все поняли, насколько оно хорошее, эффективное. Подтягивает внутренние мышцы пресса, да, брюшного пресса. И живот, ну, знаете, вот есть такое, когда вот живот, он как бы на выкате. Бывает человек вроде худой, да, то есть животное нежирное, так скажем. Но все равно он выпирает как бы животик, потому что слабые мышцы живота, особенно это вот после беременности часто бывает, когда они растянулись, обратно не втянулись. Ну, вот у меня так, собственно, и произошло. Разгрузочные дни нужны? Я считаю, что не нужны. Ну, собственно, просто питайтесь балансированно. Все, что вам надо. Максимально правильной пищей, не мусорной, да, пищей, которая питательной является, которая содержит не просто калории, но и много питательных, полезных веществ. Так. У меня получается больше 16, 18, 19, ну, этого очень много. Миланчик, my love. Вы же понимаете, что ваш метаболизм замедляется, то есть ваш организм это воспринимает как голодовку, да, а когда наш организм понимает, что наступило голодание, он замедляет метаболизм. И как только вы начнете потом, ну, питаться как раньше, вы очень быстро наберете обратно, потому что ваш метаболизм уже не способен принимать большое количество калорий, потому что ему кажется, что уже голодное время. Так, здравствуйте. Можете сохранить эфир? Ну, может быть, сохраню. Посмотрим. Так, хорошо, спасибо. Просто слышали про вакуум по утрам. Так. Почему при похудении? Что вы имеете в виду? Да, в девочке делайте вакуум, очень хорошо талию делать. Ну да, вот все, кто его начал делать, действительно видят эффект. Почему при похудении я набираю вес? Хожу в зал уже месяц. Возможно, вы неправильно просто распределяете продукты в течение дня. Я уже много раз говорила, что помимо того, что вы соблюдаете калорийность, очень важно распределять правильно продукты в течение дня. То есть, это даже, я бы сказала, важнее, чем калорийность. Ну, калорийность тоже, конечно, важна, да, не переедать. Но и нужно помнить, что у каждого продукта есть свое время. Какие-то продукты можно есть только утром. Какие-то только до обеда. Но ведь она худеет, если не ест такое количество часов. Ну, худеет, я же говорю, потом быстро наберет. Во-первых, быстро наберет. Во-вторых, она создает такой стресс организму. Ну, я не могу вмешиваться, потому что я, конечно, не диетолог. Я просто рассказываю информацию, которую я знаю. Вот, поэтому я не могу настоятельно вам что-то навязывать. Какие у вас красивые губы? Губы у меня свои, мне кажется, это видно. Они же все в морщинках, видите. А когда губы качают, они такие немножко надутые, как шарик. Ну, спасибо. Так, худею хорошо. Ну, если у вас цель только похудения, я же говорю, я больше за здоровый организм, чем за похудение. Как правильно подвести себя к ПП? Постарайтесь сначала своему организму что-то новое дать, прежде чем у него что-то отнять. Вот вы собираетесь сейчас у себя отнять то, что вы очень любите, всякие, ну, магазинную выпечку, сладости, всякие очень жирные продукты. Конечно, у вас будет поначалу стресс, что вы это все ели, а оттуда вдруг вы перестали это все есть. Поэтому постарайтесь закупиться, максимально разнообразить свое меню. Старайтесь каждый день есть новые продукты, это всегда очень интересно. Каждый день разные каши. Попробуйте все виды каш, которые есть, какие вам понравятся. Может быть, вам киноа понравится или полба понравится. Это все очень полезные каши, которые дают хорошее чувство сытости, снижают уровень холестерина в крови. У них вообще очень много всего полезного. Вот, почитайте, какие есть. Каждый день не ешьте, ну, конечно, сейчас это тяжело, но вообще, в принципе, так вот, скоро лет уже, разный фрукт. То есть, сегодня вы там яблоко, завтра груша, послезавтра банан. То есть, старайтесь максимально разнообразить свое меню. Это вообще полезно для, даже просто для кишечника, потому что ферменты вырабатываются каждый раз новые. Мне еще давно кинезиолог говорил, что стоит хотя бы раз в неделю пробовать что-то новое, что вы никогда не пробовали. Чтобы у вас постоянно ферментативная система работала. Вот. Поэтому добавьте еще в свой рацион орехи обязательно, полезные жиры, да, орехи, авокадо, семена. Ориентируйтесь, конечно, по своим вкусам. Вот. Делайте полезные сладости для начала, они вообще очень спасают. Знаете, вот эти всякие конфетки из орехов, сухофруктов. Если вы в Москве живете, это вообще настолько просто сейчас найти. Столько всяких магазинчиков, столько сервисов. Какие сладости можно есть при похудении? Ну, вот я же говорю, те сладости, которые не содержат, которые не имеют сочетания быстрых углеводов, насыщенных жиров. Да, там быстрые углеводы, насыщенные жиры, это все сладости, где есть сахар и белая мука, сливочное масло или там маргарин. То есть это вот, по сути, 90% всех сладостей. Потому что любая выпечка готовится, масло плюс сахар, плюс яйца, плюс мука. Вот этим избегайте. Но вы можете себе позволить, чтобы не сорваться, вот мармелад, пастилу, зефир, даже тот плохой, скажем так, зефир с сахаром. Но вы можете себе позволить даже на похудение одну штучку в день с кофе. Сделайте для себя это как ритуал, особый момент дня, что вот вы выделяете, что вот именно, допустим, каждый день в 11 часов утра у вас особый момент дня, когда вы наслаждаетесь зефиркой, пьете свою чашечку кофе, и ваш мозг спокоен, что вы себе не ограничите сладкое, едите. Или же готовьте, если у вас есть желание и время, готовьте всякие папа-десерт. Я в ванной-то сижу, поэтому у меня периодически мочалка появляется. Вот. Ещё очень много, я говорю, сейчас продаётся. Ну, вот эти вот сладости, которые с сахарозаменителями, это, конечно, такая обманка. Я вот какие не покупала, всё время какие-то невкусные. Ещё этот привкус сахарозаменителей потом весь день присутствует с тобой, чтобы ты уже потом 10 чашек чая выпил, всё равно он у тебя во рту. Я думаю, что лучше уж съесть с обычным сахаром чуть-чуть и успокоиться, чем вот эти вот обманки. Ну, конечно же, лучше готовить со мной. Так. Добрый вечер. Какой вес за неделю в среднем может уйти на ПП? 2 килограмма может уйти. И это зависит от вашего изначального веса. Чем больше у вас изначально лишнего веса, тем больше у вас может уйти. Если вам нужно, если вы, в принципе, ну, скажем так, неполный человек, просто хотите чуть-чуть подкорректировать, вам будет сложнее избавляться, чем человеку, который изначально имеет очень большой лишний вес. Потому что вначале вес уходит очень хорошо, потом всё сложнее и сложнее. Чай сразу после приёма пищи пьёте? Я не пью, потому что я уже давно... Знаете, это на самом деле такой очень спорный вопрос, можно ли запивать еду. Очень много разных мнений, и я читала тоже на этот счёт. Мне было интересно. Есть такой профессор, Неумывакин, вообще очень такой толковый мужчина. Очень логично всё говорит. Он сейчас уже такой старенький, ему лет, наверное, 80, не знаю. Он против того, чтобы запивать пищу. Но есть очень много других молодых специалистов, в которых говорят, что можно, что наши предки так делали, и животные так делают, и поэтому можно. Когда появляются такие спорные моменты, я стараюсь думать логически и ориентироваться на себя. Я ещё в беременность поняла, что если я когда-то в беременности так, в животе мало места, я поняла, что если я в беременность съем обед, и после этого я ещё попью чай, меня просто разбирало, мне казалось, что я лопну. Всё плохо переваривалось, я себя очень плохо чувствовала. И я в беременность начала разграничивать еду и воду, еду и жидкость. То есть я пообедала, и только через час я себе позволяла выпить чашку чая. И с тех пор, собственно, я этого и придерживаюсь, и мне намного легче. Потому что даже сейчас бывает, я иногда позавтракаю, и мне не терпится уже этот кофе мой выпить. И я позавтракаю, выпиваю свой кофе, и опять у меня вот это чувство тяжести, мне неприятно. И если так по логике рассуждать, вы представляете, как вы растягиваете свой желудок. То есть вы съели пищу, скажем, 300 грамм, каша плюс фрукт плюс ещё что-то, и сверху ещё 300 грамм воды. То есть это уже много. И ещё какой-нибудь к чаю вы добавите сладкую какую-нибудь штучку. Поэтому я не запиваю. Ну, то есть если очень сухая пища, я могу там чуть-чуть водички, глоточек-два водички попить, но именно вот как целая чашка чая, нет, я так не делаю. Сладкими напитками вообще не увлекайтесь, не запивайте ничем сладким никогда. Вообще, в принципе, сладкое вы ничего не пейте, потому что это сразу проносится ещё хуже, чем если вы съедаете сладкое. Потому что вы когда съедаете сладкое, вы хотя бы это жуёте, вы уже тратите калории на то, что вы жуёте, у вас происходит процесс. Пока вы жуёте, у вас вырабатываются ещё даже во рту ферменты, да, там вырабатываются поджелудочный сок и так далее. То есть ваш организм подготавливается к тому, что сейчас поступят калории. И он понимает, что сладкий вкус, значит, поступит много калорий. Он к этому готов. И вот вы жуёте, проглатываете, и он к этому готов, это принимает и переваривает. А когда вы пьёте какой-то сладкий коктейль, сок, газировку, тем более, это вот просто организм даже ещё не готов, а к нему вваливается огромное количество быстрых углеводов. В общем, когда вы стараетесь перейти на ПП, да, отказаться от вредной пищи, первым делом убирайте сладкие напитки все. Оставляйте только воду, ну, там, если любите чай, кофе, кори, там, вот что-то из этого. Всякие морсы, компоты. Смысла в них нет вообще. Так, молодец, очень спокойно, спасибо вам. Или ждёте полчаса? Ну, вот да, я рассказала, что воду можно, в принципе, через полчаса после еды, а чай лучше через час, потому что чай, ну, знаете, да, содержит танины, которые мешают перевариванию. Красиво, спасибо. Можно есть хлебцы, корнеры, сладкие при ПП. Ну, они, не сказать, что имеют идеальный состав, там, фруктоза и сукралоза, но как замена, в принципе, можно. То есть, для начала, вот эти вот, которые, я имею в виду, карамельные, да, там есть, клюквенные, они вкусненькие. Ну, в принципе, можно их есть, особенно мне нравится сочетание намазать этот хлебец ореховой пастой, какой-нибудь вот арахисовой пастой намазать и сверху выложить кружочки бананов. Очень вкусно, как пироженка прям получается. Или бывает, я намажу рикоттой и тоже какой-нибудь там фруктик положу, грушу, там, летом клубничку можно. Очень вкусное сочетание. Нина, привет. Так, лучше пить перед едой воду? Да, лучше пить перед едой, ну, и после еды. То есть, перед едой за 20 минут и после еды через 20-30 минут. Да, согласно про жидкость после еды, эффект обжорства получается. И эффект обжорства, да, я говорю, вы растягиваете свой желудок из-за того, что вы постоянно заливаете съеденный обед чаем, вам потом будет казаться, что вы не наедаетесь обедом. То есть, вы съедаете обед, и вам кажется, что вы вообще через, там, полчаса, вам кажется, что вы вообще ничего не ели, что вы голодны. Это вот этот эффект растянутого желудка. Так, откуда вы это знаете? Ну, я, когда решила, что буду придерживаться правильного питания, очень фанатично просто стала все читать. Я обещала выложить пост с книгами, которые мне интересны, которые мне понравились. Просто стала читать много на эту тему. Я, если чем-то увлекаюсь, то я не могу успокоиться, пока я не изучу всю информацию. Так же у меня было, когда я только родила ребенка, у меня были небольшие проблемы с грудным вскармливанием. Я столько всего изучила по поводу грудного вскармливания. Мне казалось, что я могу стать уже консультантом по ГВ, потому что я столько нюансов всяких узнала. Я прям вот, ну, все-таки на пролет это все читала, изучала и спасла свое грудное вскармливание благодаря тем знаниям, которые я узнала. Так, фруктоза хуже в три раза, чем сахар, поэтому хлебцами лучше не увлекаться. Да, фруктоза, ну, как хуже. С одной стороны, в чем-то она лучше, чем фруктоза лучше? Тем, что она натуральная, да, из фруктов, тем, что она менее калорийная, при том, что она более сладкая, то есть вы добавите ее меньше, то есть калорий вы из нее получите меньше. И тем, что у нее низкий гликемический индекс, да, по сравнению с сахаром уровень глюкозы так не подскакивает, поэтому диабетики ее едят. Чем она хуже, фруктоза, чем сахар? Тем, что фруктозу может усваивать только, если у нас сахар, да, там усваивается. Тем, что фруктозу усваивает только печень. Единственный орган, который может ее усваивать. И если вы съедаете много фруктозы, то это очень большая нагрузка на печень, и она страдает. Вот, поэтому, конечно, ее тоже нужно очень ограниченно есть. А изначально по природе, я, кстати, очень советую вам посмотреть фильм австралийский, который называется «Сахар». Прям очень советую его посмотреть, у вас прям перевернется сознание. Там как раз и говорят, что изначально по природе, ну, как бы нам не суждено есть много сладкого, много фруктов, да, и так далее. То есть человек, он должен был много приложить усилий, чтобы там банан там этот сорвать, или кокос, и так далее. Я смотрела очень крутой фильм, да, я думаю, его надо будет пересмотреть тоже еще раз. Вот, и поэтому у нас как бы изначально не предусмотрено переваривание большое количество фруктозы, сахарозы. Но, так как у нас сейчас такая жизнь, когда это все в изобилии, наш организм, он как бы немножко в шоке от такого количества. Так, если поздно приезжаешь домой, после 21 часа кушать не успеваешь, обязательно ужинать припомнивать. Ужинать всегда обязательно, конечно. После 21 часа, конечно, поздновато кушать. Старайтесь, после 9 вечера уже не есть. Но, если вот случилось так, да, или старайтесь брать, допустим, с собой на работу, кушать на работе, а потом ехать домой. Я имею в виду про полноценный ужин. Если не получается, то тогда вы приезжаете домой 21 час и едите белковый омлет и салатик какой-нибудь чуть-чуть. Но совсем без ужина плохо. Голодать вообще плохо. Неполезно. Так, плюс от фруктозы, если переборщить, есть слабительный фирм. Ну, и это тоже. Ну, в общем, как бы фруктозу можно есть, но очень ограниченно старайтесь. Еще посмотрите Корпорация Еда. Спасибо, посмотрю. А это какой? Ну, это фильм. Какой? Американский? Какой? Привет. Привет. Еще из книг очень советую прочитать мой очаровательный кишечник. Все, кто читал, в восторге. Действительно, знаете, от кишечника, от работы кишечника так много всего зависит. Там основная часть нашего иммунитета. Если правильно питаться, вы будете меньше болеть. Горячий пламенный привет из солнечной Абхазии. Ой, привет вам. У вас уже солнечно. В Абхазии очень вкусные, конечно, все фрукты, овощи. У нас есть рядом с домом палатка. Нам привозят вот это. Сейчас, конечно, там все очень дорого стоит, но летом мы только у них покупаем, потому что, конечно, не сравнится с обычными нашими, которые в Дикси, в Перекрестке, фрукты, овощи. Так, кажется, мой сынок проснулся. Поэтому, дорогие мои, я побегу. Может быть, скоро я проведу. Я сейчас, конечно, без предупреждения вошла в прямой эфир, но в следующий раз, я думаю, что заранее тоже выберу день. Вы мне скажите, когда вам удобно. Я просто в прошлый раз выбрала воскресенье-вечер, и в сторис было голосование, и получилось 50 на 50. Кому удобно, кому неудобно. Я выбрала тогда воскресенье-восемь вечера. Вот напишите, во сколько вам было бы удобно, во сколько вы дома. Так, если вечером есть омлет, то лучше какие пропорции соблюдать? Например, на 2 яйца сколько молока лучше? Если вы вечером еете омлет без молока. Вы просто 2-3 белка яичных без желтка взбиваете и на сухой сковороде, без молока. Приезжайте, у нас тепло, шашлык, вкусное вино. Да, я знаю, что у вас вкусно все. Творог есть с утра или вечером? Творог вы можете есть до 18.00, хоть на завтрак, хоть на перекус. Так, а вы мне не написали, когда вам удобно в эфиры выходить. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь. Или, может быть, просто напишу с этим вопросом. Хочется как-то, чтобы всем удобно было. Вот, сейчас просто спонтанно получилось, я говорю, потому что ребенок у меня спал. Муж тоже занят, я вроде как бы все приготовила, поэтому и вышло в эфир. Ну вот. Но. Хай. Так, это у меня уже иностранцы появились. Откуда-то. В общем, ладно, не хотите вы мне отвечать про время? А, вот 8 вечера, спасибо, кто-то ответил. Мне вечером, в воскресенье удобно. А желтки, что с ними можно делать, выкидывать? Можете сделать себе маску для волос. Либо, можете сделать сырники. Ну, там только одного желтка достаточно, на пачку творога. Либо печенье есть на желтках. Либо, знаете, когда делаю штортик, заварной крем делается тоже с желтком. Ну, когда молоко, там вот с желток, то это вот варится. Ну, например, у меня ПП Медовик с таким кремом. Ну, вообще, такой крем часто используется. Вот туда желток идет. Либо выкидывайте. Ну, что делать? Вечером можно в эфир, в это же время. Вечером. Так. В это же время. У нас с вами разница в 7 часов, поэтому не знаю, как подстроиться. Ой, Оля Семочкина, привет. Ну, напишу, наверное, все-таки пост. Я вижу, сейчас просто не очень много людей вышло. В прошлый раз там было больше 100 человек, а сейчас 50 человек. Ну, наверное, потому что не предупреждала, кто увидел, тот зашел. Или просто не дома люди. Поэтому даже не знаю, какой день выбрать. Ну, наверное, вот я только выходные могу, потому что выходные муж дома, и он может, если что, с ребенком подстраховать. Так, конечно, если он будет здесь прибегать мне, я с вами толком не пообщаюсь. Ладно, в общем, давайте тогда закругляться. Вот, я, наверное, попозже поставлю пост, где все проголосуют, когда им удобно. Вот. И вопросики подготовим, выберем тему, на которую поговорим. В общем, всем спасибо, кто зашел. Всем спасибо за вопросы. Подскажите, пожалуйста, я 3 месяца как вообще не скинула вес? А цель 60 минут за дней 10 плюс 2. Почему так происходит с организмом на ПП в 6 месяцев? Ну, потому что я говорю, следите не только за калорийностью, за правильным распределением продуктов в течение дня. По гликемическому индексу, по инсулинимическому индексу и за размером порции. Ешьте 250-300 грамм, не больше в основном приеме пищи. Ладно. Всем счастливо, всем пока. Хорошего вечера и хорошей трудовой недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok